И после того, что в 1952 году Сталин сделал, и он объяснил, кто есть кто и кто есть что, его быстро убрали. А что он сделал? Он написал книгу свою и выступление сделал по поводу сионизма. Он обличил их. Он же как сказал, я никогда не был революционером, всю свою жизнь я посвятил борьбе с сионизмом. Совершенно правильно. И он всю жизнь боролся. А теперь эти преступления пытаются ему приписать. Я провел очень большой анализ, общался с разными людьми, поднимал архивные данные. Я увидел, что всю грязь, которая делалась его врагами, сливают теперь на него, чтобы очернить его. Причем архивы меняют, переписывают. Архивы меняют постоянно. Представь момент. Моей матери, когда Сталин уже умер, моей матери прислали письмо и сказали, что вашего отца посадили в ГУЛАГ по приказу Сталина, Берия и там еще какая-то третья фамилия была. Так вот, суть. Если это было по их приказам, то зачем было потом присылать письмо? Понимаешь, что значит не было там никаких приказов. Понимаешь, они переписывают архивы. Они переписывают. И народу начинают... Если верить тем архивным записям, то когда, допустим, тот же Хрущев писал записку докладную Сталину, прошу уничтожить там столько-то тысяч человек, ему Сталин ответил только двумя словами. Уймись, дурак. Естественно, Сталин бросал не Сталин, а его органы, которые управление, они боролись с этой системой точно такими же методами. Если с одной стороны сионисты и прочие пытались уничтожить трудовой народ, баржами топили, допустим, вывозили в реку и топили народ баржами, уничтожали урожаи, да, и много это знают, создавали искусный голод, то Сталин расстреливал этих организаторов. Ну, не Сталина, а в лице Сталина органы власти расстреливали этих предателей, которые зачинщиками были всей этой ситуацией. То есть это... Я проделал такую работу, не только я один. Мы поднимали многие документы, изучали их. Мы знаем, что Сталин был славянским человеком. Славянин это не тот, который называется, а тот, который внутри с духом, с силой, с волей. Если мы посмотрим на этих правителей, управленцев, чиновников, у них состояние. И посмотрим на Сталина, у него не было ничего. Он был от народа. И вот Сундаков сказал, вождь племени всегда ест последним, спит в худших условиях, живет худже, чтобы он понимал, что нужно народу. Если мы чиновников наших заставим так же жить, они сдохнут, они не выживут. Вот до такой степени довери народ. Они убегут сразу за границу, свою родину. Вот смотрите истину, если, да. Славяне носили чистые одежды и светлые помыслы. Учение свет, не учение тьма. Мы ходим светло, в чистом. Это у меня сейчас темная одежда, потому что время такое, да. А если взять наши врагов, то они носят черные одежды. И мы все прекрасно знаем, кто ходит в черных одеждах. Это наши враги. У нас советская милиция была, она светлая. Судьи, они в светлых одеждах одевались. Чиновники у них, светлые наряды были. А сейчас я просто смотрю, я просто поражаюсь. И мысли у них такие же темные, но гнетение народа. Так, просто я говорю, мы один род, один народ. Ну сегодня вы уничтожите собственный народ. Завтра вы вместо нас встанете и будете вместо трактора пахать сами на себе. Потому что вас эти управители туда упекут. Послезавтра магазины закроются или будет еда ядовитая. Вы просто останетесь на заднице. В городе нет еды. Есть нечего будет. Городы будут злые. А в деревнях кормить не будут. Хлеб на вес золота будет. Это уже было в блокадном Ленинграде. Это уже помнят, что за золото покупали хлеб. И хлеб золота, вот если брать изначально, да, золотом называли золотые поля Руси. А зло то, которое металло, оно только зло приносит. Вот в моей жизни золота нету. Я им не пользуюсь, не пользуюсь, я не буду. Да. А золото хлеба приносит жизнь. Поэтому надо различать, что зло, а что злато. Вся суть заложена в русском языке, в корнях. И когда я стал изучать корни слов, то очень многое меняется. Очень многое. Сакральный смысл носится. И если мы сможем нашим людям на подсознание ложить информацию, а не в сознание вбивать через телевизор, то на подсознание мы будем знать истинные слова, истинный смысл жизни. А смысл жизни заключен в продолжении рода, в любви, к уважению ближнему, не нарушение прав. Если мы не будем нарушать права друг друга, мы будем жить нормально. А если мы еще и помогать будем друг другу, то тогда мы просто усиливаемся, становимся сильными. У нас есть в нашей стране все для того, чтобы нам жить и помогать другим, но у нас нет объединения. И это нас разит. Каждый за собственную задницу. Как сказал один полицейский. А мне без разницы. Мне дали зарплату. Я купил палку колбасы. Накормил свою семью. Махата с краю. Ничего не знаю. Взял палку и пошел лупить народ. Да, пошел лупить. Купил палку, взял палку и пошел лупить. Да, поэтому... Ну, это ничтожность. Это мелочь. Смысл жизни теряется. У них два высших образования, и ни одно не соответствует уровню жизни. А в жизни другие знания. Если вы хотите смести Лукашенко, вы создайте лучше, чем у него есть сейчас. Вот когда вы создадите лучше, чем сейчас, вам потом скажут предки спасибо. И потомки скажут спасибо. А если вы не создавая, а рушите, ну, вам не то, что грош цена, вам цены нету. Вы ничего не стоите. Вы поддались в чужую игру. Жизнь – это игра. И в чьи игры вы играете, того вы будете и достойны. Народ достоин своих правителей. Когда народ живет сам, он достойный. А когда он под управлением, он никого не достоин. Он ниже. Низость. Он ничего не стоит. Поэтому нужно понимать все это. Это смысл жизни просто в этом. Народ управляет сам собой. Вот находки взять здесь. Допустим, строят химзавод. Народу он здесь не нужен. А его строят. Потому что народ молчит. Народ спит. И эти чиновники, которые сейчас продвигают строительство завода, ну, заработаете вы денег сегодня, завтра. А не дай бог случится то, что завод взорвется просто, да? Не будет ни вас, ни ваших детей, ни ваших родственников. Эти деньги гнилые, которые вы сейчас получили, они просто вам будут не нужны. И то же самое творится в других частях нашей страны необъятной, которая осталась и есть, да? Ребята, объединяйтесь. Отстаивайте свои интересы. Но не против батьки. Пока у вас батька есть, так и хорошо. Создадите лучше, чем батька. Молодцы, не создадите. Вы сами себя угробите. Лично я обращаюсь к своему народу. Мой народ – это там, где живут мои родственники. А у нас родственники все. Я обращаюсь, что мы просто объединялись. Только в единстве наша сила. Мы едины, значит, мы сильные. Разъединят нас, не будет нас. И наших детей не будет. Мне 50. Я не считаю себя ни старым, ни молодым. Я нормальный. И я хочу, чтобы жили наши дети. Я увидел своих внуков, правнуков и еще правнуков в четвертом колене. А чтобы достойно жить, мы должны кушать хорошую пищу. Это основа жизни. Пить чистую воду – это тоже основа жизни. Мы все стоим из воды. И если мы это все дело загубим сейчас, у нас не будет потом наших детей, внуков. То есть, мы сами себя обрубим корни. Вот что я хотел сказать. Продолжение следует...